Девочки и мальчики Такое событие, такое и название. Важное и действительно торжественное. А эта история произошла давно? Очень давно, ребята. Еще в четвертом столетии, когда царем Византии был равноапостольный Константин Великий. Все началось с того, что Константин захотел найти тот самый крест, на котором пострадал Иисус Христос. И помогать ему стала его мать, равноапостольная Елена. Она отправилась в Иерусалим и прошла по всем святым местам, разыскивая крест. Но все поиски оказались напрасными. Никто не знал, где находится животворящий крест. И только один старик сумел вспомнить, где могла быть спрятана святыня. Но когда Елена нашла сразу три креста, люди растерялись. Какой же из них крест Спасителя? Ой, а как же определили, какой из них настоящий крест, Дуняш? Да, как они определили? На него указала сама Божья сила. Иерусалимский святитель Макарий велел по очереди каждый крест приложить к телу умершего человека. И когда был приложен крест Господень, мертвый ожил. Ну, слава Богу, крест нашли. А почему тогда праздник называется? Воздвижение. Сейчас объясню. На животворящий крест хотели посмотреть очень многие люди. Сотни и даже тысячи. И чтобы святыню могли увидеть все желающие, святитель Макарий поднялся на возвышенное место и стал воздвигать, то есть поднимать крест. Люди очень радовались тому, что животворящий крест был найден. И вот это важное торжественное событие мы вспоминаем 27 сентября. Но почему людям был так нужен этот крест? Для православных людей честной животворящий крест Господень – очень важная святыня. Крест обозначает победу над смертью. Он напоминает о безграничной Божьей любви к людям. Каждый человек проходит в жизни свой путь, на котором встречаются не только радости, но и трудности, еще говорят скорби. Христиане их называют крестом. И по примеру Спасителя они стараются также с терпением и мужественно преодолевать всякие трудности. Стараются не ставить себя выше других, не считают себя добрее и умнее всех. А еще не хвастаться, нос не задирать и не упрямиться. И никогда никому не желать зла. Совершенно верно. Крест дает нам великую силу побеждать зло и творить добро. Он помогает нам в наших жизненных обстоятельствах. А хотите узнать, как Животворящий Крест помог одному человеку? Конечно, Даняша, и не спрашивай. Тогда я прочту вам вот какую историю. Слушайте. В одном городе жили два купца. Один из них разорился и пошел к соседу просить денег взаймы. Сосед-купец говорит, давай поручителя. Вот тебе, порука, на церкви Животворящий Крест. Хорошо, говорит сосед, я Кресту поверю. Взял купец деньги и отправился торговать. Через два года он нажил большое богатство. Случилось ему с товаром плыть по речке. Внезапно поднялась буря. Ветер так и хочет судно потопить. Тут вспомнил купец, что брал он деньги взаймы и давал в поручители Животворящий Крест Господень, а долго еще не выплатил. Верно, оттого и буря поднялась, подумал купец. Написал другу записку, положил ее вместе с деньгами в бочонок и бросил в воду. Так рассуждал купец, давал я в поручители Крест, он и доставит. Попав в воду, бочонок тотчас пошел на дно. И все думали, что деньги пропали. Что, все деньги пропали? А что же дальше случилось? А вот слушайте. Жила у купца, давшего соседу взаймы, Стряпуха, помощница в домашнем хозяйстве. Однажды она пошла на речку за водой и видит, плавает бочонок. Пришла Стряпуха домой и рассказала хозяину. Только зашел купец в воду, как бочонок сам к нему подплыл. Раскупорил он бочонок, а там деньги лежат и записка. Любезный друг, возвращаю то, что когда-то занимал у тебя, додавал в поручители животворящий крест. Пересчитал купец деньги и подивился силе животворящего креста. Вот как животворящий крест помог человеку вернуть деньги. Ой, какая интересная история. Я рада, что вам понравилась она. К этому празднику нашу великую святыню крест принято украшать цветами. И вот сегодня, ребята, хочу предложить вам вместе с нами сделать аппликацию. Изобразить крест и украсить его цветами. Для этого нам понадобится цветная бумага, ножницы и клей. Вы, помощнички, сейчас будете вырезать из вот такой красивой бархатной цветной бумаги по две полосочки. Еженожнички. Пока вы вырезаете, я расскажу, как можно сделать очень быстро красивый цветок. Для начала нужно вырезать кружочек. Любого размера, любого цвета. Таким, каким вы хотите видеть свой цветок. Затем складываете кружочек пополам. Еще раз пополам. Третий раз пополам. И четвертый. Теперь берете ножнички. Срезаете уголочек с одной стороны. Уголочек с другой стороны. Вот так. Такой лепесточек получился. Видите? Вот такой. А теперь разворачиваете и по линии сгиба немножечко разрезаете. Но не до конца, иначе цветочек не получится. Разворачиваете и разрезаете. Вот. Так. Денис, а мне как? У меня тут как-то не получается. Все у тебя получается. Теперь разрезай, отрезай полосочку. Вот смотрите, вот такой цветочек у вас получится. Теперь вы можете выбрать любые другие цвета бумаги цветной. И любых размеров вырезать кружочки. И ваши цветочки будут очень красивыми. Ну а теперь можем приступать к аппликации. Лешенька, готова у тебя? Да. Хорошо. Вот полосочка. Это можно уже положить. И Лизонька все сделала. Молодцы. Спасибо. А теперь смотрите, ребята, как мы делаем. Берем клей. Намазываем полосочку. Самую длинную. И приклеиваем. На серединку. Да. На серединке. Вот так. Теперь берем полосочку поменьше. Она у нас будет горизонтальная. Чуть выше середины длинной полосочки. Вот так. Теперь берем еще одну полосочку. Она будет чуть выше. Вот. И вот эта. Спасибо. Она у нас наклонная. А теперь украшаем цветочками. Вот такой желтенький клеим. Теперь, Лешенька, давай мне, да, крупный цветок красный. Сейчас, Лизонька, подожди. Я вначале сделаю самый большой. Вот так сверху. И мне еще нужен маленький желтенький. Вот он. Вот так. Вот у нас получился один цветочек. Теперь синенькие цветочки. Сюда один цветочек. Теперь сюда второй. Ой. Беленькие мне давайте. Вот, Лизонька, мне красный. А теперь приклеиваем листочки зеленые. Листочки вырезали точно так же. И загнули их пополам. Понятно, как делать? Понятно. Не сложно? Нет. Вот, ребята, какая аппликация у нас получилась. Я уверена, у вас получится тоже очень красиво. И вы обязательно присылайте свои работы нам по адресу, который видите на своих экранах. А мы, ребята, еще раз поздравляем всех вас с праздником, воздвижением честного и животворящего креста Господня. И прощаемся с вами до следующей встречи. Пусть вас оберегает ангел-хранитель. 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 Белокрылый ангел сон твой охраняет. Над тобой кружится и благословляет. Прикоснется нежно, в небо улетая. Сладко спите, дети, баю-баю-баю Сладко спите, дети, баю-баю-баю